здравствуйте мои дорогие приветствую вас на своем канале о том осём с ксюшей этот канал из норвегии и сегодня я вам расскажу немножко о молочных продуктах норвегии например где найти творог потому что я искала его долго а также разберемся в молоке потому что его разнообразие норвегии очень большое молоко в норвегии очень хорошая норвежская норвегия обеспечивает себя молоком сама она экологически чистая и очень вкусная а главное настоящее половина норвежских молочных коров живут в беспривязанных коровниках они свободно ходят едят лежат на матрасах вторая половина живет стойлах в стойлах животное стоит в отдельном стойле с подстилкой перед кормовым лотком каждое лето все коровы должны быть на улице не менее 8 недель подкармливать их также зерном где содержится много витаминов и минералов молочные продукты в норвегии не дешевые но они качественные и очень вкусные я вас приглашаю со мной магазин познакомиться с ассортиментом и ценами на молочные продукты в норвегии начнем с йогурта йогурта в норвегии выбор есть можно купить один йогурт это самый дорогой вариант от 1 до 2 евро можно 4 это около 2 евро или 8 это приблизительно 3-4 евро а также можно купить банку или пакет до 1 килограмма качество одинаковое различия в расфасовке добавках и в жирности смотрите цену на килограммы внизу если хотите купить дешевле идем дальше биола очень интересный продукт он включает себя простоквашу фруктовые добавки и йогурт все ароматизированные сорта биолы производят из обезжиренного молока добавляют пробиотические бактерии которые могут оказать положительное влияние на бактериальную флору в толстой кишке рекомендуют при поносе цена около 2-3 евро за литр культур мальки если перевести кислое молоко норвегии называют сур мальк по-нашему простокваша в темной пачке простокваша обычная а в голубой обезжиренная цена около 2 евро за пачку а вот наш дорогой кефир кефир он и в африке кефир цена не дешевая до 3 евро за литр молока огромное количество пачечки разного цвета но молоко тоже есть молоко отличие только в жирности цену вы видите за литр около полтора-два евро принцип тот же чем темнее тем жирнее расфасовки разные от 1 до 2 литров сливки норвегии есть несколько видов сливок они отличаются жирностью цена 6 7 евро за литр есть сливки для кофе кафе флейта для приготовления еды мат флейта и для тортов крем флейта сливки для тортов и десертов легко взбиваются и наконец я вам покажу на мой взгляд творог творог он не напоминает творог из детства знаете такой на килограммы продавался кусочками называется катачи чиз его готовят из обезжиренного молока с добавлением сливок и соли этот творог родом из сша возможно говорят норвежцы викинги делали подобный творог задолго до америки есть несколько видов отличается цветом чем жирнее тем темнее цена не дешевая 6 7 евро за один килограмм еще есть один вид творога и такие сам это тоже творог но он больше похож на творожную массу с насыщенным вкусом и подходит больше для заправок холодных соусов выпечки десертов он очень вкусный со свежими фруктами особенно ванильный сметана сметана в норвегии называется рёма и и три вида отличается жирностью чем темнее тем жирнее если хотите настоящую сметану не обезжиренную покупайте сеттерема но не перепутайте с крем фреш и сметана и крем фреш является кисломолочными продуктами но основное различие между ними заключается в том что крем фреш лучше подходит для горячих блюд и поэтому не расслаивается при варке как сметана баночка сметаны приблизительно стоит полтора-два евро крем фреш дороже где обычное молоко можно найти молоко без лактозы выбор масла и маргарина в огромный тут уже на любой вкус я предпочитаю наше сливочное масло она называется майорис мир такое масло стоит приблизительно 6 7 евро за килограмм она немножечко подсоленная но если вам нужно без соли то тоже можно найти этот же продукт но должно быть написано у сальты майорис мир еще неплохое масло оливье рано очень вкусно и хорошо мажется на хлеб это сливочное масло смешанное с оливковым цена тоже не отличается приблизительно 6 7 евро за килограмм в норвегии жирность продуктов указано на упаковке так что читайте какой жирности вы покупаете продукт если вам понравилось видео ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал о том о всем с ксюшей может быть он вам будет чем-то полезен а может просто интересен